Василий Терентьевич выждал такт и вдруг, повернувшись к своей даме движением, исполненным тяжелой, но своеобразно величественной красоты, так самоверенно и ловко сделал первое па, что все сразу в нем почуяли бывшего отличного танцора. Глядя на Нину сверху вниз, гордым, вызывающим и веселым поворотом головы, он сначала не танцевал, а шел под музыку эластичной, слегка покачивающейся походкой. И огромный рост, и толщина, оказалось, не только не мешали, но наоборот увеличивали в эту минуту тяжеловесную грацию его фигуры. Дойдя до поворота, он остановился на одну секунду, стукнул вдруг каблуком о каблук, быстро завертел Нину на месте и плавно, с улыбающимся, с нисходительным лицом, пронесся по самой середине площадки на толстых упругих ногах. Перед тем местом, откуда Квашнин взял Нину, он опять завертел свою даму в быстром красивом движении и, неожиданно посадив на стул, сам остановился перед ней с низко опущенной головой. Его тотчас же окружили со всех сторон дамы, упрашивая пройтись еще один тур, но он, утомленный непривычным движением, тяжело дышал и обмахивался платком. — Довольно, медам, — пощадите старика, — говорил он, смеясь и на силу переводя дух. — Не в мои годы пускаться в пляс. Пойдемте лучше ужинать. Общество садилось за столы, гремя, придвигаемыми стульями. Бобров продолжал стоять на том самом месте, где его покинула Нина. Чувство унижения, обиды и безнадежной отчаянной тоски попеременно терзали его. Слез не было, но что-то жгучее щипало глаза, и в горле стоял сухой и колючий клубок. Музыка продолжала болезненно и однообразно отзываться в его голове. — Батюшка мой, а я-то вас еще-еще никак не найду. — Что это вы куда запропастились? — услышал Андрей Ильич рядом с собой веселый голос доктора. — Как только приехал, меня сейчас же за винт усадили, на силу вырвался. — Идем ужинать. Я нарочно два места захватил, чтобы вместе... — Ах, доктор, идите один, я не пойду. Не хочется. — Через силу отозвался Бобров. — Не пойдете. Вот так история. Доктор пристально поглядел в лицо Боброву. — Да что с вами, голубушка? Вы совсем раскислие, — заговорил он серьезно и с участием. — Ну уж как хотите, а я вас не оставлю одного. Идем, идем, без всяких разговоров. — Тяжело мне, доктор. Гадко мне, — ответил тихо Бобров машинально, однако, следуя за увлекавшим его Гольдбергом. — Пустяки, пустяки, идем. Будьте мужчины, плюньте. Или есть недуг сердечный, или на совести гроза, — неожиданно продекламировал Гольдберг, нежно и крепко обвивая рукой талию Боброва и ласково заглядывая ему в лицо. — Я вам сейчас пропишу универсальное средство. Выпьем, что ли, Ваня, с холода да с горя. — Мы, по правде сказать, с этим Андреа уже порядочно наконьячились. — Ах, и пьет же курицин сын, точно в пустую бочку льет. — Ну, будьте мужчиной, милочка. — Знаете ли, Андреа вами очень интересуется. Идем, идем. Говоря таким образом, доктор тащил Боброва в павильон. Они уселись рядом. Соседом Андрея Лича с другой стороны оказался Андреа. Андреа, еще издали улыбавшийся Боброву, потеснился, чтобы дать ему место, и ласково поглазил его по спине. — Очень рад, очень рад. Садитесь к нам поближе, — сказал он дружелюбно. — Симпатичный человек. Люблю таких. Хороший человек. Коньяк пьете? Андреа был пьян. Его стеклянные глаза странно оживились и блестели на побледневшем лице. Только полгода спустя стало известно, что этот безупречно сдержанный, трудолюбивый и талантливый человек каждый вечер напивался в совершенном одиночестве до потери сознания. — А и в самом деле, может быть, станет легче, если выпить, — подумал Бобров. — Надо попробовать, черт возьми. Андреа дожидался с наклоненной бутылкой в руке. Бобров подставил стакан. — Так, — протянул Андреа, высоко подымая брови. — Так ответил Бобров с печальной и кроткой улыбкой. — Ладно, до которых пор стакан сам скажет. — Прекрасно. Можно подумать, что вы служили в шведском флоте. — Довольно? Лейте, лейте. — Друг мой. — Мы, вероятно, выпустили из виду, что это мартель под маркой «Всоп». Настоящий, строгий, старый коньяк. — Лейте, не беспокойтесь. И Бобров подумал с злорадством. — Ну что ж, и буду пьян, как сапожник. Пусть полюбуется. Стакан был полон. Андреа поставил бутылку на стол и стал с любопытством наблюдать за своим соседом. Бобров залпом выпил вино и весь содрогнулся от непривычки. — Дитя мое, у вас червяк? — спросил Андреа, серьезно поглядев в глаза Боброва. — Да, червяк, — уныло покачал головой Андрея Ильича. — В сердце? — Да. — Значит, вы хотите еще? — Лейте, — сказал Бобров, покорно и печально. Он с жадностью и с отвращением пил коньяк, стараясь забыться. Но странно, вино не оказывало на него никакого действия. Наоборот, ему становилось еще тоскливее, и слезы еще больше жгли глаза. Между тем лакеи разнесли шампанское. Квашнин встал со стула, держа двумя пальцами свой бокал и разглядывая через него огонь высокого канделябра. Все затихли. Слышно было только, как шипел уголь в электрических фонарях и звонко стрекотал неугомонный кузнечик. Квашнин откашлялся. — Милостивые государыни и милостивые государи! — начал он и сделал внушительную паузу. — Я думаю, никто из вас не усомнится в том искреннем чувстве признательности, с которым я подымаю этот бокал. Я никогда не забуду сделанного мне в Иванкове радушного приема, и сегодняшний маленький пикник, благодаря очаровательной любезности посетивших его дам, останется для меня навсегда приятнейшим воспоминанием. — Пью за ваше здоровье, медам! Он поднял кверху свой бокал, сделал им в воздухе широкий полукруг, отпил из него немного и продолжал. — К вам, мои ближайшие сотрудники и товарищи, обращаю слово. Не осудите, если оно будет носить характер поучения. По летам я старик сравнительно с большинством присутствующих, а на старика за поучение можно и не обижаться. Андреан нагнулся к уху Боброва и прошептал. — Посмотрите, какие рожи делает этот каналья Свежевский! Свежевский действительно выражал своим лицом самое подобострастное и преувеличенное внимание. Когда Василий Теренчич упомянул о своей старости, он и головой, и руками начал делать протестующие жесты. — Я все-таки повторю старое избитое выражение газетных передовых статей, — продолжал Квашнин. — Держите высоко наше знамя. Не забывайте, что мы — соль земли, что нам принадлежит будущее. Не мы ли опутали весь земной шар сетью железных дорог? Не мы ли разверзаем недра земли и превращаем ее сокровища в пушки, мосты, паровозы, рельсы и колоссальные машины? Не мы ли, исполняя силой нашего гения почти невероятное предприятие, приводим в движение тысячемиллионные капиталы? Знаете, господа, что премудрая природа тратит свои творческие силы на создание целой нации только для того, чтобы из нее вылепить два или три десятка избранников. Имейте же смелость и силу быть этими избранниками, господа. Ура! 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 — закричали гости. И громче всех выделился голос Свежевского. Все встали со своих мест и пошли чокаться с Василием Терентьевичем. «Гнусная речь!» — сказал доктор в полголоса. После Квашнина поднялся Шелковников и закричал. «Господа! За здоровье нашего уважаемого патрона, нашего дорогого учителя и в настоящее время нашего амфитриона! За здоровье Василия Терентьевича Квашнина! Ура!» «Ура!» — подхватили единодушно все гости и опять пошли чокаться с Квашниным. Потом началась какая-то оргия красноречия. Произносили тосты из-за успех предприятия, из-за отсутствующих акционеров, из-за дам, участвующих на пикнике, из-за всех дам вообще. Некоторые тосты были двусмысленны и игриво неприличны. Шампанское, истребляемое дюжинами, оказывало свое действие. Сплошной гул стоял в павильоне, и произносившему тост приходилось каждый раз, прежде чем начать говорить, долго и тщетно стучать ножом по стакану. В стороне на отдельном маленьком столике красавец Миллер приготовлял в большой серебряной чаше жженку. Вдруг опять поднялся Квашнин, на лице его играла добродушно-лукавая улыбка. «Мне очень приятно, господа, что наш праздник как раз совпал с одним торжеством семейного характера», — сказал он с обворожительной любезностью. «Поздравим тебя от всей души и пожелаем счастья нареченным жениху и невесте за здоровье Нины Григорьевны Зиненко и...» Он замялся, потому что позабыл имя и отчество Свежевского. «И нашего товарища, господина Свежевского!» Крики, встретившие слова Квашнина, были тем громче, что сообщаемая им новость оказалась совсем неожиданной. Андреа, услышавший рядом с собой восклицание, более похожее на мучительный стон, обернулся и увидел, что бледное лицо Боброва искривлено внутренним страданием. «Коллега, вы еще не все знаете», — шепнул Андреа. «Послушайте-ка, я сейчас скажу пару теплых слов». Он уверенно поднялся, уронив при этом свой стул и, расплескав половину бокала, воскликнул. «Милости вы, государь! Наш многоуважаемый хозяин из весьма понятной великодушной скромности не докончил своего тоста. Мы должны поздравить нашего дорогого товарища Станислава Ксаверича Свежевского с новым назначением. С будущего месяца он займет ответственный пост управляющего делами правления общества. Это назначение будет, так сказать, свадебным подарком для молодых от глубоко уважаемого Василия Терентьича. Я вижу на лице нашего высокочтимого патрона неудовольствие. Вероятно, я нечаянно выдал приготовленный им сюрприз и потому прошу прощения, но движимый чувством дружбы и уважения я не могу не пожелать, чтобы наш дорогой товарищ Станислав Ксаверич Свежевский и на новом своем поприще в Петербурге оставался таким же деятельным работником и таким же любимым товарищем, как и здесь. Но я знаю, господа, никто из нас не позавидует Станиславу Ксаверевичу». Он остановился и с едкой насмешки посмотрел на Свежевского. «И потому, что все мы так дружно желаем ему всего хорошего, что речь его была внезапно прервана громким лошадиным топотом». Из чащи точно вынурнул верхом на взмыленной лошади какой-то человек без шапки, с лицом на котором застыло, перекосив его выражение ужаса. Это был десятник, служивший у подрядчика Дехтерева. Бросив на середине площадки лошадь, дрожавший от усталости, он подбежал к Василию Терентью и, фамильярно нагнувшись к его уху, стал что-то шептать. В павильоне сделалось вдруг страшно тихо, и, как раньше, слышно было только шипение угля и назойливый крик кузнечика. Красное от вина лицо Квашнина побледнело. Он нервно поставил на стол бокал, который держал в руке, и вино из бокала расплескалось по скатерти. «О бельгийце?» — спросил он отрывисто и хрипло. Десятник отрицательно замотал головой и опять зашептал что-то под самым ухом Квашнина. «О, черт!» — воскликнул вдруг Квашнин, вставая с места и комкая в руках салфетку. «Надо же было! Подожди, ты сейчас же отвезешь на станцию телеграмму губернатору!» «Господа!» — громко и взволнованно обратился он к присутствующим. «На заводе беспорядки, надо принимать меры, и, кажется, нам лучше всего будет немедленно уехать отсюда!» «Так я и знал!» — презрительно, со спокойной злобой сказал Андреар. И в то время, когда все засуетились, он медленно достал новую сигару, нащупал в кармане спички и налил ее.